МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Лилия Фарытовна. Здравствуйте. Такой традиционный вопрос, который задаю всем гостям. Почему вы приняли приглашение на участие в программе? Я считаю, что средства массовой информации, особенно телевидение, это очень важный источник доведения до населения объективной и реальной информации. И воспользовалась этим ресурсом с удовольствием. Спасибо. Что вы скажете в общем об экономической ситуации сейчас в Нефтекамске? Отразился ли кризис на нашем городе? И какие сферы он в первую очередь затронул? Я бы хотела отметить то, что наш городской округ Город Нефтекамск относится к моногородам России. И моногорода разделяются на три категории. Первая категория – это города, в которых ситуация ухудшает социально-экономическое положение. Вторая категория, к которой сегодня мы относимся, – это моногорода с рисками по ухудшению экономической ситуации. И третья – это со стабильной экономической ситуацией. И вот если в прошлом году город Нефтекамск был в третьей категории, то уже по показателям этого года мы передвинулись во вторую, ну, уже, скажем так, не совсем положительную сторону. Если говорить в целом о ситуации в городе, у нас, конечно, лидирующая роль, лидирующее положение и определяющее значение играет промышленность, реальный сектор экономики. И те процессы, которые происходят в нашей экономике, они, конечно, первая часть отразились на этой сфере экономики. Индекс, вот самый показатель, который характеризует ситуацию, – это индекс промышленного производства. Он у нас составляет 90,5% к прошлому году. Отгрузка промышленной продукции, хоть идет с небольшим темпом роста, это 104%, но даже этот маленький процент сегодня съедается инфляцией. Несколько изменилась, конечно, ситуация не в лучшую сторону на рынке труда. И вот сейчас у нас официальных безработных 796 человек, это больше, чем в прошлом году. Но, с другой стороны, если в прошлом году у нас вакансий было в полтора раза больше, предлагаемых работодателями, то сегодня это соотношение к официальной безработице один к одному. И официальный уровень безработицы составляет 1,14%, в республике – 1,27%. Но, наверное, не совсем все так плохо у нас, хорошими темпами набирают и работают такие сферы, как строительство, торговля, развитие малого предпринимательства. И очень хорошая база, хороший потенциал в том, что у нас в городе реализуются весомые инвестиционные проекты. Всего у нас по нашей комплексной инвестиционной программе в городе во всех сферах экономики идет реализация 58 инвестиционных проектов, из которых на общую сумму 4 миллиарда рублей. И вот этот резерв, этот потенциал, он нам позволяет говорить о все-таки устойчивой, конкурентоспособной экономике города Нефтекамске и ее развитию на перспективу. То есть кризис не пошатнет наш Нефтекамск? Он несколько расшатывает, но сами базовые устои и развитие города, я думаю, мы выдержим и этот кризис тоже. Это пошатнет, но не уронит, да? Нет, не уронит. Вот вы сейчас тоже затронули про строительство, что идет темпом. Наоборот, все говорят, что в кризис первое, что ударяет, это по строительству, по сфере строительства и по банковскому делу. Вы сейчас упоминаете, что строительство у нас наоборот в лидирующих позициях. Так ли это? У города, скажем так, у города передовые позиции по развитию строительной индустрии. Вот даже если сравнить к прошлому году, за 7 месяцев объем работы, выполненной в строительстве у нас состоял 1,2 миллиарда рублей. Это с ростом в 1,7 по физическим объемам, не денежным, а по физическим объемам в прошлом году. Наращивается и вот жилья в нашем городе. Если говорить в абсолютных числах, то город Нефтекамск по вводу жилья второй после столицы. Среди всех муниципалитетов мы пока в лидерах. Другой вопрос состоит в том, что, конечно, это связано сегодня с ситуацией по реализации жилья. У нас уже образуется такой, скажем так, вакуум, когда есть сложности по реализации готового жилья строителями. И другая проблема, если, допустим, 15-16 год мы еще будем работать с хорошими темпами, но в ближайшей перспективе у нас имеется такая проблема по ограниченности территорий для развития строительства, для развития индивидуального строительства. Вот в части индивидуального строительства нам уже сегодня, чтобы смотреть перспективу, приходится отрабатывать вопросы по землям, отработки вопросов с Янаульским районом, с Краснокамским районом. Как, кстати, сейчас продвигается? Вот я слышала, что Янаульский район немного застопорили процесс. В Янаульском районе есть позитивные моменты. Мы уже определили определенные площадки. В Краснокамском районе вопрос пока, скажем так, не решается до конца. Проблемы здесь очень многие. И в том, чтобы земли перевести в то назначение, которое нужно. Этот процесс очень длительный, поэтому начинать его нужно не за полгода, не за год, а может быть даже за 2-3 года, чтобы на перспективу обеспечить. Янаульский район, это какие места? Это у нас вблизи Амзи, примерно вот эта территория. Есть момент, я пока, наверное, не буду говорить о конкретных участках. Это будет под индивидуальное строительство или под много? Речь идет прежде всего под индивидуальное жилищное строительство. У нас в очереди на индивидуальное жилье 1700 человек. Конечно, чуть уменьшилось в прошлом году. В прошлом году было больше 2000 человек. И в первую очередь это те, кто малообеспеченные, многодетные семьи, то есть обеспечение социальной категории. Вот земли для развития в других районах, это в первую очередь пока под индивидуальное жилищное строительство. Многоэтажное строительство мы пока как бы планируем у нас здесь это делать в городе. Ну и в связке с этими вопросами всегда идут вопросы сетей, инфраструктуры и всего остального, что тоже нужно обеспечить. Не просто людям поле, землю давать и говорить о том, что все, мы эту проблему решили. Это целый комплекс, целый кубок проблем. Это очень большая сложная проблема и решать ее нужно комплексно, в том числе в рамках республиканских адресных программ для привлечения в город бюджетных средств. Сейчас все больше говорят об уменьшении числа индивидуальных предпринимателей. Это связано не только с кризисом, это также и система налогового обложения, и отчисление в пенсионный фонд, которые тоже стоят достаточно крупные суммы. Есть ли в Мексиканске такая тенденция, ведь наш город, он такой достаточно с большим количеством именно малого индивидуального предпринимательства. Появилось ли снижение? Если в цифрах, то сегодня в нашем городе действует 5208 субъектов малого предпринимательства. 5200 на наш число жителей это много или мало? Да, действительно, это отмечают на 10 тысяч человек. И по этой категории мы, наверное, уступаем немножко городу Октябрьскому, если я не ошибаюсь. Вот, в принципе, где-то в середине среди городских округов. Такой относительный показатель есть по плотности. Что касается индивидуальных предпринимателей, действительно, в 2013 и в 2014 годах была наглядная такая тенденция сокращения индивидуальных предпринимателей. Более того, мы проводили оценку и анализ количества индивидуальных предпринимателей в нашем городе. В этот период сократилось на 13%. Это очень большая цифра. Общая тенденция была и в республике, и в целом по стране. И связывали мы этот вопрос с тем, что федеральным законодательством для индивидуальных предпринимателей были установлены двойные ставки по страховым взносам. Вот уже в этом году были изменения федерального законодательства. И уже в этом году, с начала года, у нас количество индивидуальных предпринимателей прибавилось на 2%, а малых предприятий прибавилось на 24% юридических лиц. И вот вы видите, насколько от решений наверху во многом зависят тенденции изменения этого, скажем так, важного для муниципалитетов параметра. И хотела бы здесь отметить, что на уровне республики в этом году приняты законы по налоговым каникулам для индивидуальных предпринимателей, работающих по патенту, по упрощенной системе налогообложения, по патенту с мая месяца этого года, по упрощенной системе налогообложения 2016 года. Мы рассчитываем на то, что вот эти документы дадут, скажем так, положительную динамику в количественном выражении по индивидуальным предпринимателям в нашем городе. Вот скажите, как появление сетевых компаний повлияло на количество и качество нефтяковских предпринимателей? Ведь невооруженным взглядом видно, как сети постепенно захватывают, особенно это касается продуктовой, например, сферы, сферы розничной торговли, одежды, обуви, да? То есть это заметно всем. Есть какое-то снижение? Что вообще делается для поддержки нашего, как сейчас модно говорить, местного производителя? Тенденция захвата сетевыми магазинами региональными, федеральными территорий, она, конечно, присутствует. Тем более, это налоги, которые уходят не в город, а уходят... В определенной степени уходит выручка, которая получается с этого, а налоги, наш главный налог, это налог на доходы физических лиц, он, конечно, уплачивается по месту работы. Если такие сети создают крупные объекты, нанимают людей, НДФЛ у нас остается в городе, а с НДФЛ, который остается в городе, 30% собирается в нашем городском бюджете. Но, тем не менее, хотела бы здесь отметить такой момент, это действительно сетевая торговля, она сегодня идет и наступает, это общая тенденция. Каких-то особых механизмов регулирования, к сожалению, здесь нет, это достаточно такая самостоятельная рыночная сфера экономики. Но у нас в городе сегодня насчитывается, чтобы не ошибиться в цифрах, это 45 сетей, которые объединяют порядка, если не ошибаюсь, порядка более 200 продовольственных магазинов. Из них основная часть это локальные сети, то есть местные сети, и магазинчиков у них тоже побольше. Но разница в том, что у федеральных региональных сетей площади, которую они занимают, конечно, гораздо больше, гораздо больше возможностей и все остальное. Но отслеживая динамику развития наших местных городских сетей, я бы хотела сказать, что, да, притесняют, да, сложно конкурировать, но, в принципе, пока они эту конкуренцию выдерживают и остались на этом рынке. Этот вопрос я бы развернула в несколько другую плоскость, в сторону товаропроизводителей, республиканских, городских товаропроизводителей, потому что на этих предприятиях тоже работают люди и платят налоги, и они имеют особо серьезное значение для развития территории, это реальный сектор экономики. Нам очень важно, чтобы вот эти товаропроизводители проходили в эти сети, могли продавать, реализовывать, присутствовали, присутствовали на прилавках, да. В отношении этих товаропроизводителей, вот я признаю, что полномочий муниципалитетов очень мало, и очень многие вопросы приходится решать только вот в организационном плане. Поэтому договариваясь, встречаясь, настраивая на встречи друг с другом, в какой-то степени эту проблему, конечно, мы решаем тем, что, допустим, товаропроизводителям дали возможность реализовывать свою продукцию через нестационарный торговый объект. У нас сегодня в городе 41 нестационарный фирменный объект, который принадлежит непосредственно товаропроизводителям. Это быстрая выручка, это быстрые объемы. Сельхоз, та же самая организация сельскохозяйственной торговли, которую мы всегда проводим в городе, и, кстати, вот для жителей скажу, с 26 сентября уже на Большой площади у нас начнут работать первая сельскохозяйственная ярмарка 26 числа с 10 утра, следующая будет 10 октября, а потом мы плавно переходим на площадь около кинотеатра «Октябрь», где эти ярмарки будут проходить через неделю. Вот такие моменты есть, конечно, в развитии, в взаимосвязях. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь, канал. Спасибо, что остаетесь с нами. Напоминаем, что сегодня гость в студии – заместитель главы по экономике и промышленности Зайнульна Лилия Фарытовна. Продолжим нашу беседу. Вот вы уже упоминаете, что мы, Нефтекамск, это моногород, да, наш основной городообразующий предприятие – это, естественно, НЕФАС. Вот сколько я живу в Нефтекамске, живу я почти 10 лет, я все время слышу, что НЕФАС закрывают, что объемы сворачивают, что завода скоро не будет. Каковы вообще сейчас прогнозы по нашему городообразующему предприятию и какова перспектива сейчас в условиях кризиса, в условиях нынешней ситуации? НЕФАС – это городообразующее предприятие. В принципе, как вы заметили, действительно, к моногородам мы отнесены благодаря Нефазу. За 7 месяцев индекс промышленного производства на этом предприятии составил в прошлом году 84%. Имеет место тенденция сокращения численности. Если когда-то на этом предприятии работало порядка 11 тысяч человек, потом это уменьшалось, сегодня порядка 5 тысяч человек. Но здесь надо понимать, что, конечно, идут определенные оптимизационные процессы, и численность работающих зависит и от загрузки предприятий, и в том числе от тех процессов модернизации, реконструкции, повышения производительности труда, которые должны реально происходить. Сегодня на НЕФАСе непростая ситуация, но предприятие достаточно устойчивое. И что я могу здесь отметить, что в результате многолетней повседневной работы по инвестированию в основной капитал, по модернизации, реконструкции, производства, ежегодно здесь инвестиции составляют порядка 80 миллионов рублей и более. У предприятия есть реальные возможности, механизмы, чтобы устоять в этой ситуации на рынке и готовить, изготавливать и продавать высококонкурентоспособную продукцию. У предприятия есть перспективы выживания, роста, именно благодаря внутреннему потенциалу. Да, там идут определенные сегодня, скажем так, оптимизационные процессы, чтобы снизить себестоимость продукции, ориентироваться на более низкие затраты. Такие моменты есть. Но у предприятий в то же время есть большой, очень мощный технический потенциал. Потенциал, чтобы удовлетворять спросу сегодняшнего рынка. Хотя, хотя знаете, что кризис в первую очередь ударяет именно по обрабатывающим сферам, обрабатывающей экономике и то, что вы говорили, банковская сфера, кредитная. Все это, конечно, не то, что не совсем, а негативно отражается на обеспеченности предприятий. К слову, о банковской сфере, то есть уже глобальный процесс, что это нефтекамская, социнвестбанк, мы знаем ситуацию, пробизнесбанк, который недавно был закрыт. Какие советы можете дать горожанам в условиях такой нестабильности даже среди банков, входящих в сотню крупных банков страны, да? Что делать людям с деньгами, как их хранить? И, кстати, хранить ли их в долларах или хранить ли их в рублях, в конце концов? Вот такой вопрос. Я, наверное, не международный экспорт, чтобы говорить о таких вещах, как бы давать какие-то такие советы в плане того, как поведет себя курс доллара, курс рубля или курс, например, евро. Но что хотела бы сказать? Те банки, которые у нас закрылись, в принципе, они даже не закрылись, они просто находились в периоде, скажем так, анализа ситуации. И у нас есть агентство по страхованию вкладов, которое вот в таких сложных ситуациях принимает на себя управление этим банками и решает, как быть с ними дальше, допустим, их закрывать или же реанимировать, передавая другим структурам. И вот, насколько мне известно, оба банка переданы для реанимации. А то, что касается населения, у нас вклады у всех, если они до 1,4 млн застрахованы, и государством есть гарантия, что если эта сумма вложена, то она гарантирована, человек в любой ситуации ее получит. Получит уже через, скажем так, ну вот... То есть храним в одном банке не больше, чем 1,4 млн? Распределяем, да? 1,4 млн? Возможно, может быть, такой подход тоже был бы приемлемый, вполне приемлемый. Но в любой ситуации я бы не советовала кидаться на высокие проценты, на какие-то аргументы и, скажем, создавать какой-то ажиотаж в этом плане. Вот, кстати, к слову о высоких процентах. Вообще Нефтекамск не зря называют городом финансовых пирамид. У нас их уже было столько. Из года в год в СМИ, в том числе и вы, сколько мы брали интервью, да, к гражданам говорят, что не стоит верить, не стоит нести свои вклады. Но из раза в раз, из организации в организации, как бы они назывались, какой бы политику они не преподносили, как способ зарабатывания денег для выплачивания вот этих вот достаточно крупных процентов, люди несут свои вклады, а потом мы знаем митинги, обращения в полицию, требования администрации вернуть деньги. В чем причина? У нас какое-то здесь уникальное место Нефтекамск? Наверное, я скажу свою субъективную точку зрения. Вообще вот эти процессы, связанные с финансовыми пирамидами, они были свойственны многим территориям, но в крупных городах они прошли несколько раньше, чем в малых городах. Допустим, в Уфе это тот же, та же самая финансовая пирамида, которая была связана с Уфимской товарно-фондовой биржей, наверное, еще помните, да, это было в 90-е годы. Ну, тем не менее, в крупных городах эти истории прошли чуть-чуть пораньше. Что касается нашего города, действительно, возможно, это субъективная моя точка зрения, но город у нас очень активный. И если анализировать то население, которое участвовало в этих финансовых пирамидах, я бы условно его разделила на две группы. Первая группа – это люди достаточно активные, рискованные, у которых есть свободные финансовые средства, и более того, они финансово грамотные эти люди. И участвовали в этих пирамидах с расчетом того, что это произойдет до того, как они получат, скажем, успеют, да, успеют. Рассчитывали таким образом, анализировали, пробовали. То есть это вот такие рискованные группы. Повторюсь, финансово образованная группа, образованная часть населения. Вторая часть населения – это, наверное, наше старшее поколение, которое имеет очень высокий уровень ответственности, доверия. И, возможно, их по именению казалось, что если в городе, в центре города под красивой вывеской появилось такое предприятие, можно ему доверять. К сожалению, это не так. И то, что вот в нашем городе очень много площадей, которые сдаются в аренду, и причем сдаются в аренду собственниками, нашими горожанами, которые, к сожалению, не обращают внимания на то, кто будет здесь работать, чем он будет заниматься, какой он принесет урон или пользу городу, чаще волнует больше финансовый вопрос. Хотя изначально есть понятие, что это будет, допустим, недолго, сегодня они присуществовали, завтра они закрывают, уезжают. Куда обращаться население? Идут в мэрию. Хотя в законодательстве очень много, скажем, таких белых пятен, которые остабендерам дают возможность продолжать свою работу, создавать такие предприятия и, в общем-то, скажем, семиминутно получать какие-то прибыли и исчезать. А вот у муниципалита сегодня нет... Получается, нет вообще рычагов? Рычагов, к сожалению, нет рычагов. И поэтому то, что мы сегодня делаем, когда видим, что появляется тот или иной объект, мы стараемся по возможности предупредить. Вернемся все-таки к теме кризиса, которая такая нашумевшая, наболевшая. Что сейчас делает администрация для помощи и производителям, и предпринимателям Тиканска для выживания в нынешней непростой ситуации? Какие мероприятия сейчас заложены в плане? Наверное, я сначала остановлюсь на том, что у нас в городе реализуется комплексная инвестиционная программа, в которую входят инвестиционные проекты. И, скажем так, в организационном плане мы стараемся... Все проекты, которые важны городу, максимально их... Это какие, например? Ну, очень крупный проект, который сегодня введен в нашем городе, это нефтекамский машиностроительный завод. В этом году он, скажем так, запущен. Это завод уникальный для России, он имеет единственный для России испытательный центр. Завод рассчитан на производство магистральных насосов, имеет очень серьезный, скажем так, серьезный потенциал для производства насосов и в других сферах экономики. Его проектные мощности – это 200 новых рабочих мест, пока там работает 40 человек, и 2 миллиарда рублей в год продукции. Это высокотехнологичное, высокоинновационное предприятие. Я думаю, буквально со временем, может быть, чуть позже, наши жители начнут уже получать по этому предприятию новую информацию. Это своего рода, вот как нефаз для города Нефтекамска. Я уже ожидаю, что в ближайшей перспективе слово НКМЗ, Нефтекамский машиностроительный завод, будет звучать как, скажем так, такое название, связанное с брендом уже и ассоциирующееся с нашим городом. Это очень серьезный проект, в него было вложено более миллиарда рублей, и вот сегодня этот проект заработал, скажем так, запущен. Какое содействие? Максимальное в том плане, что, когда запускается завод, очень много возникает технических вопросов. Где-то оказать содействие, где-то элементарно даже о каких-то вопросах просить. Дальше нужна состыковка с какими-то крупными организациями, с республиканской властью, с федеральной властью. Поэтому стараемся в этих процессах принимать максимальное участие, возможное участие. Хотела бы также сказать, скажем так, о малом бизнесе, который для нас сегодня играет, скажем так, роль подушки. Это тоже такой серьезный пласт в экономике. Серьезный пласт в экономике, серьезный объем. Тем более, сейчас мы наблюдаем тенденцию снижения численности работающих на крупных и средних предприятиях. И очень важно, что вторая кривая, это численность занятых в малом бизнесе, она немножко стабилизирует и выравнивает ситуацию. В малом бизнесе у нас ежегодно создается порядка 300-500 новых рабочих мест. Это очень важно для сегодняшней экономики. По малому бизнесу у нас в городе реализуется муниципальная программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. И там есть вот один финансовый составляющий, это субсидирование договоров лизинга. В бюджете города мы предусмотрели 1 миллион рублей на проведение этого конкурса. И вот получили информацию, что на наш миллион участвовали в республиканском конкурсе, получаем 7 миллионов федеральных средств. Конкурс мы провели в июне, в мае-июне. И вот дополнительно провели еще вот совсем недавно, на прошлой неделе закрыли. 18 субъектов малого бизнеса с договорами лизинга пришли на поддержку. Максимальная поддержка составляет миллион рублей. Это поддержка, это субсидия. То есть это не то, что как-то потом отрабатывать и обратно отдавать нужно. В нашем городе мы стараемся еще привлекать предпринимателей к реализации республиканской программы. Там очень много направлений. Информируем их о существующих формах поддержки. Вот финансовая поддержка, микрокредитование субъектов малого и среднего предпринимательства. Ее не надо путать, скажем так, с форумом, деньги за час, деньги там еще что-то такое. Нет, здесь речь идет о том, что есть инфраструктура, которая, допустим, для предпринимателя предоставляет миллион рублей. Процентная ставка 10% годовых. И для реализации проекта. Что необходимо, чтобы получить такое финансирование, такой взаим? Он более упрощен по сравнению с банковской системой. Тоже нужно представить небольшой бизнес-план, то есть информацию на какие средства, что имеет предприятие. И, в принципе, вот насколько я знаю, у нас в городе многие предприниматели этим пользуются и их заявки удовлетворяются. Вот такой вопрос, который я задаю всем, он стал таким же традиционным, как и первый вопрос с программы. Это все еще продолжающая быть на слуху у горожан. Это история с той знаменитой проверкой контрольно-счетной палаты по выявлению недополученных средств в бюджет в размере более миллиарда рублей. Ключевое название этого вопроса – куда делся миллиард? Оно такое утрированное название, кажется, уже понимает, что в чем вопрос. И я задаю его и вам. Я бы, наверное, хотела разъяснить о том, что действительно контрольно-счетная палата, она выявила очень много направлений, по которому, возможно, мы не совсем эффективно работали. Работать без ошибок – это просто невозможно, нереально. Но иной раз даже ввиду того, что нужно вопросы решать оперативно, выбираются те механизмы, которые по срокам, по возможностям дают более быстрые результаты. И вот по тому миллион – это расчетная цифра. Да, расчетная цифра. И, допустим, как она во многих, по многим статьям рассчитывалась. Если бы, допустим, мы какие-то вопросы решали не прямым способом, допустим, предоставить в аренду какие-то площади, земли, а выставляли бы их на торги, эти земли. То есть провели определенную процедуру, вложились бы в это. Причем подготовка к земли процедурам, она занимает от трех до полугода месяца в сроках. Может быть, где-то шли навстречу предпринимателям, чтобы ускорить такие моменты. Вот торги, допустим, они дали бы вот такой эффект. Далее какие-то там были замечания, что можно было вот таким способом сделать, а не таким. Это было бы вот такой результат. Там очень много таких вот направлений. Этот миллиард собирался вот по крупицам, по всем, по всем этим, по всем, скажем так, статьям и направлениям работы. Это расчетная, расчетная цифра. А так, чтобы сказать, вот УКР. Спасибо большое, Лилия Фаратина, за нашу сегодняшнюю беседу. Желаю вам успехов в работе. Всего самого доброго. Приходите еще, поговорим конкретнее уже о заводе новом, которым вы сегодня рассказывали, потому что там, думаю, горожан тоже скобят ряд вопросов. Спасибо большое. Спасибо всем. В следующем выпуске мы вновь призываем к ответу по наиболее актуальным городским проблемам. С вами была программа «К ответу» с Полиной Сюткиной. До скорых встреч в эфире телеканала НЕКСТ ТВ. Мы ищем и находим ответы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова